Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 30 декабря, день Даниила. Почитают святого пророка Даниила и с ним святых трех отроков – Анании, Азарии и Месаила. Даниил происходил из рода царского. С юных лет он был взят в плен Новохудоносорам и отведен из Иерусалима в Вавилон. Там он провелся божественными дарованиями. Однако за отказ поклониться идолу его и трех отроков бросили в печь, но огонь их не повредил, потому что им помог ангел Господень. Потом Даниила бросили в ров со львами, но и они не тронули его. В связи с днем пророка Даниила, который предвещал будущее, день оказался благоприятным для предсказаний и гаданий. Именно поэтому сегодня девушки пытались получить от пророка Даниила хотя бы немного прозорливости и гадали на будущего жениха. В церкви сегодня проходили не только службы, но и представления, которые иллюстрировали историю о Данииле в трех отроках и Новохудоносоре. Традиционно сегодня ночью крестьяне разводили большие костры, с помощью которых они прогонялись зиму. Приметы. Если на Даниила, на деревьях появился иней, на святке будет теплая погода. Сильный мороз в этот день, мороз еще продержится более двух недель. Сегодня началась метель, пчелы будут хорошо роиться. А все сны, что приснятся сегодня, это вещи сны. Злоупотребление хурмой может привести к острой кишечной непроходимости и срочной операции. Поэтому не переедайте. Можно поговорить о способах применения хурмы. Плоды хурмы широко используются в качестве противопоносного средства и проразличных кишечных расстройствах. Порошок плодов хурмы. А порошок плодов хурмы можно сделать путем того, что мы хурму засушим. И, кстати, когда мы с вами хурму засушим, видите, аж сахар выступает. Концентрация сахара здесь огромная. И вот поедая такую хурму, она в кишечнике начинает набухать, увеличивается в объеме. Вбирается огромное количество шлаков, токсинов, которые у нас там имеются. Очищает кишечник. И способствует тому, что мы лучше себя гораздо чувствуем. Поэтому, если мы делаем порошок из хурмы и употребляем его по 1-2 грамма 3 раза в день, то он прекрасно помогает при поносах. Когда у нас все это расстроилось, значит, все нормализуется. Хурма отлично утоляет голод. Поэтому ее будет в состав различных диет. Особенно по коррекции фигуры. Если мы будем с вами в течение зимнего сезона времени регулярно употреблять хурму, то тем самым мы с вами проведем великолепную профилактику заболеваний сердечно-сосудистой системы. Чтобы избежать развития атеросклероза, в день нужно съедать всего 100 граммов хурмы. Некоторые люди для снижения высокого давления и отеков используют различные мочегонные средства и вымывают такой нужный для организма микроэлемент, как калий. Для того, чтобы пополнять его запасы, мы с вами, наоборот, можем использовать хурму, как естественное мочегонное средство, и при этом и калий сохранять, и воду лишнюю выводить из организма. В чём прелести использования этого плода? Хурму надо использовать при лечении онкологических заболеваний. Учёные доказали, что люди, которые ежедневно потребляют большое количество фруктов и овощей, а в них содержится бета-каротин, то риск развития рака лёгких сводится к минимуму. А в составе хурмы как раз огромное количество бета-каротина. Мочекаменная болезнь. Чтобы снижить вероятность появления камней, стоит кушать хурму, так как в ней большое содержание калия. Помимо этого, плоды хурмы способствуют выведению из организма лишних солей натрия, так как они обладают мочегонным эффектом. Хурма – лучший помощник формирования в организме калиево-натриевого баланса, когда мы с вами не отекаем и организм чрезмерно не теряет воду. Малокровие – анемия. Используем хурму – прекрасно, мы вылечиваем её. Особенно эту хурму можно есть, знаете, кому? Беременным женщинам. Щитовидная железа. И проблемы с ней связаны. Для того, чтобы пополнить недостаток йода в щитовидной железе, необходимо кушать хурму, а в ней много йода. Простудные заболевания. Население городов сплошь и рядом болеют простудными заболеваниями. При кашле и простуде нам помогут полоскание горла соком спелой хурмы. Берем одну хурму, выдавливаем с неё сок, разбавляем 50 граммами обычной воды, лучше всего кипячёной, тёплой воды, и этой смесью всё смешиваем полощем горла. Прекрасная профилактика и лечение. А общеукрепляющее действие, как мы уже знаем, хурма оказывает тонизирующее воздействие на организм, повышает работоспособность, улучшает аппетит, является успокоительным для нервной системы. Сейчас мы с вами приготовим салат из хурмы, яблочек, и возьмём немножечко ещё зелени. И всё это нарежем. Получится такой интересный салат, который мы можем использовать для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, отёков и прочего прочего, о чём я уже рассказывал в программе. Мы берём хурму, яблочко, тыкву и немножечко капустки. Так, хурмы нам много не надо, но, тем не менее, она должна быть. Раз, обрезали. И нарезаем. Вот так мы её нарезали. Так. Хурму можно нарезать такими крупными кусочками, желательно, чтобы это были кубики. Хурма у нас готова. Теперь мы порежем яблочко. Яблочко много не надо. Яблочко должно быть кисло-сладкое или сладкое. Кислое нежелательно. Вот так мы с вами нарезаем. Этот салат особенно подходит тем, кто хочет сбросить лишний вес, постройнеть, вывести лишнюю воду из организма и вообще побыстрее восстановиться после какой-нибудь тяжёлой болезни. Пища получается лёгкая. Так, теперь мы возьмём тыковки. Вот, очищаем её. Нарезаем кубиками. Вот. И добавим немножечко капусточки. Кстати, этот салатик у нас получается обладает такими хорошими, защищающими, омолаживающими организм свойствами. Можно сюда добавить маслица, а можно его и не добавлять. Важно всё это хорошенечко перемешать. Все у нас овощи и фрукты сочные, поэтому запивать не надо. Важно, чем дольше жуём, тем полезнее получается и вкуснее этот салат. Видите, капусточки, надо взять совершенно немножко, для того, чтобы она просто здесь была. Не более того. Так. Теперь мы с вами всё это перемешаем. Всё это перемешаем вот так вот. И у нас получается такой витаминный зимний салат. Можно сюда добавить немножко сметанки. Некоторые там любят добавлять сок лимона. Ну, а лучше всего приучаться есть с его естественным вкусом. Попробуем. Вкусно и полезно. Как много сока выделяется во рту свина. Всё это смешивается и говорит о том, что будет прекрасное пищеварение. Поличный висок будет уходить. Сытость в желудке. Нам не будет хотеться есть. А фигурка будет стройней. Это самое главное. Пятые лунные сутки. Сегодняшние лунные сутки облагораживают и возвышающие действуют на человека. Рекомендуется подумать о вечных ценностях, идеалах и отвлечься от суетных дел. Физическую нагрузку сегодня дайте умеренную. Важно прогнать кровь организму, прокачать лимфу. Энергетически сегодня активен желудок. Поэтому он переварит буквально всё, что в него попадёт. Но это не значит, что можно есть всё подряд. Наоборот. Побалуйте себя изысканной, но естественной пищей. Голодать или делать пищевую разгрузку сегодня не рекомендуется. Раз активен желудок, дайте ему работу. Предпочтение отдавайте растительной пище. А вот интимные отношения сегодня не подходят. Воздержитесь от них. Шестые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активирует интуитивные способности нашего сознания, что располагает к разного рода гаданиям. В Древней Руси священной и вещей, предсказывающей будущее, была птица с женской головой Гамаю. Поэтому и лунные сутки получили это название. Энергетически активные лёгкие. Поэтому этот день располагает к выполнению разного рода дыхательных упражнений и гимнастик. Если органы дыхания больны, то сегодня лунные сутки на лучшем образом подходят для их лечения. В этот день не переедайте, чтобы энергия, поступающая через лёгкие, не тратилась на пищеварение, а больше направлялась на обновление организма. Уединение и молчание сегодня приветствуются. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok